Всем привет! Вы на канале Принцесса Милана. Сегодня я расскажу о своем читательском дневнике. И колдуем, концуем, бам! Вот он! Тетрадка большая в клетку, она самая большая в классе. Советую вам тоже завести. Я сюда пишу, записываю, то, что нам говорят в классе прочитать. На лето, не на лето, или просто. Вот, я говорю. Вести свой читательский дневник – это круто! После того, как я прочту книгу или сказку, я записываю в читательский дневник героям, о чем она, то есть именно сказку, записываю отрывок сказки, или, как сказать, краткое содержание. И записываю вывод, о чем и для чего написано. И чему учатся, это самое лучшее. В читательском дневнике можно рисовать чего угодно, но черный маркер я вам не советую. Ну, если прям такие красивые рисунки. И как и все читательские дневники. Надо прочитать интересную сказку, любую сказку прочитать, но не короткую, длинную. Желательно на пять страниц. И потом написать. Вначале напишите первое, и герои всех перечислите. Потом пишите второе, и пишите краткое содержание. Пишите третье, и пишите вывод, чему учат, для чего написано. И рисунок. Можно без рисунка, можно с рисунком. Как вам угодно. Давайте зайдем внутрь. Здесь первая моя сказка. Самуил Декович Маршак. Это мой вообще любимый писатель. Мне повезло, что мне надо у него какую-то сказку читать. Как «Двенадцать месяцев». И предлагается здесь рисунок. Я написала девочку, которая собирает подснежинки. Следующая сказка. «Огниво». Здесь уже автор Андерсон. Здесь герои-солдат, ведьма, принцесса, королева, король и собаки. Кто читал хоть какие-то сказки из моего читательского мемника, напишите в комментариях, какую вы сказку читали. И поставьте лайк под этим видео. Посмотрим, сколько нас таких. Здесь то же самое, как и первое. И вот здесь рисунок. Это тот солдат, который сказал собакам добыть принцессу. В общем. Следующая сказка. Наверняка все напишут ее в комментариях. Волшебник и Думрудного горна. Герой Элли Татошка спрашивал дровосек Лев. Волшебник из Думрудного горна. Волшебница Стелла. Вот такая вот сказка. Это я же сама пишу. И вот. Вот родители. Вот сама она с Татошкой. И это ураган. И я надеюсь, как у них дверь отвалилась. Следующая сказка. Наверняка всем известна. Принцесса на горошине. Герои. Принц. Принцесса. Королева. Король. Это тоже Андерсон. Вот я нарисовала, как принцессе очень больно спать. Хотя на одной горошине. Это какие-то чудеса. Я бы вот под столиками не почистила. Ладно. Следующая сказка. Катай. Дубочка и кувшинчик. Наверняка самая маленькая сказка, которую я читала. Вот я нарисовала Женю, который лень, ну, брать клубнику вместе с остальными. Следующая сказочка. Шарль Перро. Вот подумали все красная шапочка, но нет. Мальчик с пальчиком. Герой дровотек. Его жена. Темир и их детей ледоед. И вот он, людоед, который я сама придумывала. Это мальчик с пальчиком. Это все его братья взяты ногами. Ну, так написавала. Следующая сказка. Пёрышко, пинистый, ясно-сокол. Это Платанов автор. Вот я нарисовала раму в окне. И там ножи. Следующая сказка уже начинается русская народная. Василиса Прекрасная. Герой-купец. Мать Василисы. Мать Василисы. Злая мачеха и ее дочери. Василиса Прекрасная. Баба Яга. Старуха-король. И следующее я нарисовала, как дети плачут, то, что мама умерла. Вот я нарисовала. Следующая сивка-бурка. Тоже русская народная сказка. Герой Иван, сивка-бурка, братья Ивана, царь, соленый отец Ивана. Еще я вам скажу, то, что эту сказку я не только читала летом, но еще и в учебнике нашем есть эта сказка. Посмотрите прошлое видео. Обязательно. Ссылка в описании. Вот такой вот рисунок. Сивка-бурка. И что ты, Иван? И мне поставили здесь петельку. То, что я писала в субботу, это я не туда, скорее всего, написала. Надо было написать о жизни Василисона, интересные факты, и о жизни Библия. То есть написала много чего. И следующая моя, самая последняя сказка в читательском дневнике, но он без рисунка, Иван Кристианский, ты и чудо-юдо. Она тоже русская народная сказочка. И в читательском дневнике больше, к сожалению, пока ничего нет. Ставь лайк и подписывайся на мой канал. Еще увидишь кучу комок. Не знаю, как решайте. Интересных видео. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok